Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытый урок». В этом выпуске пообщаемся с преподавателем детской музыкальной школы Татьяны Лавровой. Побываем в музее Монинской школы номер 2, а также понаблюдаем, как дети поздравляют своих мам и бабушек с Международным женским днем. Кому ближе Набоков, кому Ремарка, кому Жульвер. Докланировать отрывки из произведений российских и зарубежных авторов сегодня будут школьники Щелковского района. В лицей номер 7 проходит районный этап всероссийского конкурса «Открытый урок». Накрыть! Как снег нагленно мечтал, он прячет лицо своего родни. Отворили мерзости пакостники и торжествуют. Небось воображают, что концы в воду спрятали. Вообращаю их ужас и удивление, когда в разгар торжества послышался. Декламация прозы – задача непростая. Передать эмоции героев, прочувствовать образ каждого персонажа выбранного произведения. Увлеченные литературой школьники рискнули. В районном этапе всероссийского конкурса «Чтецов. Живая классика» приняли участие больше 70 учеников пятых-десятых классов. Мы принимаем всех детей, заявленных в наш конкурс для участия. На сегодняшний день зарегистрировалось 77 учащихся. Все будут прослушаны, оценены, разработаны специальные критерии. Период выступления ребенка – не более пяти минут. Еще одно, наверное, самое важное условие конкурса – произведение не должно быть в школьной программе. Это усложняет задачу, но дает простор в выборе. Интересно раскрывается каждый характер на сцене. К примеру, лицеисты выбрали Короленко и Тургенева. «Слепой музыкант» произвел на меня особое впечатление. Я люблю музыку. Во-вторых, очень интересна судьба главного героя. Эта книга наложила на меня свою отпечатку. Это я, пожалуй, на всю жизнь запомню. Нашла то, которое мне больше подходит по душе. Повесть Тургенева была «Роза». Вот мне нравится тот момент, когда героиня, она, в общем, выходит, возвращается обратно и бросает розу от расстройства сначала. Потом она как бы показывает свое удовольствие и смеется, как бы, можно сказать, сама над собой. Я знал, что после недолг, хоть и мучительной борьбы, она в этот самый мир отдавалась чувству, с которым уже не могла более сладко. Кто-то получает первый опыт, а кто-то на конкурсе не впервые. В этот раз ученик 10-й школы, Костя Новосельцев, проникновенно читает Пономаренко. Потом вдруг появились самолеты, они летели низко-низко. Сначала я подумал, что это наши, и стал приветствовать их своей белой панамкой, крича «Ура! Ура!» «Ложись, ложись, валец!» Услышал я голос шофера «Это фрицы! Отойдите все от машины!» «Он ведь, гад, не разбирает женщины, дети, старики! Сейчас точно начнет бомбить, а то и того хуже расстреливать из пулемета!» Только я успел спрятать Ленку и Катьку, как словно горошины посыпались из самолета бомбами. В этот раз я выбрал одну главу из цикла рассказов «Опаленное детство» Елены Геннадьевны Пономаренко. Просто прочитал от лица этого мальчика. Я не передавал чувства, я просто прожил одним днем этого мальчика. Тем, как ему было плохо, как он старался спасти своих сестер, как он плакал от того, что умерла его мама. Как он будет продолжать жить дальше. Ученица Орловской школы Мадина Вахитова тоже выбрала нелегкое произведение «Ова Твойнич». Со сцены звучит монолог Артура. «Зачем я говорю вам обо всем этом? Разве расскажешь о тех бедах, которых вы навлекли на меня? А теперь вы твердите о своей любви? Велика ли она эта любовь?» Когда прочитала это произведение, эту книгу, оно на меня произвело очень сильное впечатление. В некоторых моментах я даже плакала, потому что история Артура трагическая, и мне очень захотелось донести до людей, насколько это, что он пережил. А вот у Насти Кремневой другая задача – передать искрящуюся молодость, энтузиазм юной героини романа Лидии Чарской на всю жизнь. В основном мы выбираем произведение, где главная героиня – девушка или девочка, которая сравнительно похожа на меня. Она бойкая, веселая, интересная, она может развеселить всех, она, наверное, дыша компанией. «Я смущаюсь, и чтобы как-нибудь выйти из глупого положения, Охарский сзади наперед напяливал шляпу, причем черные крылья зловейшие трясутся над моим лицом, подбочинивалась, делал разбойничье лицо, как и вы на табурет начинаем. Друзья мои, сегодня мы, как больные птицы, разлетимся во все стороны России». На региональный этап отправляются всего три ученика, но для каждого участие в конкурсе принесло полезный опыт. Какая самая главная новость начавшейся весны? Конечно, это праздник света и любви, Международный женский день. И самое приятное поздравление с 8 марта для прекрасной половины человечества, конечно же, от детей. Сегодня в детском саду номер 52 «Колосок» малыши поздравят своих мам и бабушек трогательным представлением. «Сегодня, мама, праздник твой, за все хорошее тебя благодарю. Искай в моей душе царь и бабушек здоровья, счастья, я тебя люблю». Мамы и бабушки – главные женщины в жизни ребенка. Сколько добра, тепла, внимания и заботы получает от них маленький человечек. И насколько велика его благодарность. «Сегодня стану рада, подойду стихонько к маме, ей на ушко прошепчу, мама, я тебя люблю». Любовь через песни, любовь через танцы и стихи. Маленькие воспитанники детского сада «Колосок» стараются радовать своих близких людей. Радуют и веселой шуткой, ведь что может быть дороже маминой улыбки? Вместе с воспитателями они подготовили увлекательный ремейк сказки «Волк и семеро козлят». Надо сидеть, слышать тиму, Тише воды ниже травы. Сидеть, слышать тиму, Тише воды ниже травы. Сказка на новый лад вышла доброй. Пока мамы не было, козлята готовили для нее сюрприз. А «Волк» по совместительству папа-воспитанницы козлят съесть не стремился, да и обижать совсем не хотел. Наоборот, с детками потанцевал, маме букет подарил. Восьмое марта ведь. «Вот, мы все вместе, мы здесь все вместе, здесь мой дом». В целом, после такого представления никто равнодушным не остался. «Они все от души делали. Ну и самое главное, что они рады, они счастливы. И для нас, по-моему, больше счастья не может. А посмотрите, какие удивительные танцы. Сколько они включили в себя маленькой лебединой верности. Правда, ребенка приводишь сюда, столько в себя впитываешь положительного». «Радость и в определенных моментах, конечно, было как-то трогательно, очень трогательно, особенно, когда дети поют очень искренним мамам». «Гордость за детей, что они такие талантливые. И за воспитателей, которые вкладывают это все». «Самое главное, наверное, это улыбки на лицах детей, то, что они с очень веселым таким настроением приходят после таких вот репетиций, выступлений. Ну, а родители выступают просто, как бы не поддержать детей. Всегда нужно участвовать в жизни саду». Праздник запомнился и взрослым, и детям. А напоследок дошколята рассказали, как они готовились поздравлять свои любимые семьи. «Ну, мы показали волка семеро козлят. У нас получилось. Это было очень сложно, но чуть-чуть по легче. Мы пытались донести красоту. Радость. Чувство любви. Я желаю здоровья, счастья, счастья, чтобы никогда не поели. Чтоб они чувствовали любовь от нас. Танцевали, пели. Нам тут нравится. Все дело, чтобы мама любила нас. И улыбалась, чтобы в жизни никогда не грустила. Чтобы не узнала, что есть беда. Я поздравляю всех мам, всех бабушек, всех женщин с праздником 8 марта. Желаю им крепкого здоровья, благополучия, счастья вам и удачи во всем. Программа «Открытый урок» представляет новую рубрику «Особое мнение». Рассуждение простых, истинных и вечных вопросов в устах школьников и воспитанников детских садов. Сегодня поговорим о Международном женском дне. Это очень светлый праздник. Ведь женщины-матери наши бабушки воспитали наших матерей, и мы это в долгу переняли. 8 марта – это Народный женский день. Праздник женского дня. У мужчин были там праздники, они могли отдыхать, а у женщин вообще не было. Тогда собрали такой совет, и решили, чтобы был такой специальный день, чтобы и женщины отдыхали, ну, не рабочей полностью. В этот день поздравляют всех девушек. Особенно поздравляют, ну, мам, женщин, девочек, бабушек, ну, старушек. Всю слабую половину нашей планеты Земля. Когда я себя хорошо веду, когда я в школе получаю, ну, все отлично, когда я могу ей помочь с комнаты, там, убраться, посуду помыть, внимание для нее самое главное – делает ее счастливой. Мою маму делает счастливой семья, прежде всего, потому что, на мой взгляд, работа и заработок – это не главное в жизни, семья все-таки важнее. У меня папа тренирует и становлюсь сильнее. Моя мама радуется еще успехом моим. У меня есть первое место в Подольске и второе место у нас в клубе. Моя мама счастливая и делает, наверное, отдых от рутины, и ей в этом стараюсь ячески помогать. Бираю игрушки. Подметаю, когда вижу, когда распологрязный. У меня есть младший братик, ему 5 месяцев. И я с ним сижу, когда мама убирается. Я с ним играю, я ему танцую. А мама всегда говорит, когда он вырисит, все мои танцы будет знать. Она нас просто обожает. Она не понимает, почему, но обожает. Я маму обнимаю, целую. Целовать. Обнимать. Уважает ее. Не обижает. Всегда улыбается, когда я ее слушаю. А когда я ее не слушаю, она чуть-чуть может накричать на меня. Но это каждый человек может. Мы, наверное, подарим семейный праздник, семейный ужин вместе. Цветы, может быть, какие-нибудь глухи. Роза. Шампана. И всякие нарядные платья. Бусы. Колечки. Еще корону какую-нибудь. Новый дом. Поездку в Сочи. Мама хочет улететь в Париж. Это ее очень красивое желание. Примерное поведение. Особенно мое. Я чуть-чуть хулиган такой. Увидеть меня здоровым, счастливым и поступившим в ВУЗ. Чтоб я с ней была всегда рада. Я им желаю здоровья, счастья. Хорошо воспитывали своих детей. Женскому счастья. И желаю здоровья, любви близких. Имели всегда друзей. Девочки, которые еще учатся в школе, получали хорошие оценки. Счастья, здоровья. Смотрела на нас, с своими глазками красивыми. Чтобы она была богатой. Добрая, милая, красивая, ласковая. Все было всегда хорошо. Чтобы радовали нас своей красотой, своим смехом, улыбками. Чтобы вы никогда не грустили и были счастливы. Ведь все женщины – маленькие королевы, которым нужно свое маленькое царство, чтобы рядом был король и принц. Татьяна Лаврова. Для нее музыка стала смыслом жизни и самой жизни. Уже более 30 лет преподаватель Щелковской детской музыкальной школы радует своим талантам учеников. В рубрике «Личность в образовании» расскажем о ее творческом пути. О той, чье сердце бьется в ритме музыки, о той, что объединяет сердца, о той, с кого всегда берут пример ученики. Заведующая хоровым отделением детской музыкальной школы зажигает своим энтузиазмом. «Послушай, как звуки хрустально чисты, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Вот уж 40 лет живу, ни во сне, ни наяву. Музыкальность определили еще в маленькой девочке Тане в Щелковском детском саду. Затем подготовительная группа родной музыкальной школы «Годы учебы» и не успела оглянуться, как сменила роль ученика на учителя. Татьяна Лаврова училась в музыкальном училище имени Ипполитова Иванова, затем в Саратовской консерватории. Образование вдоволь, а вот педагогический опыт все равно пугал. Я всегда боялась быть педагогом, боялась ответственности, потому что родители, приводя в школу музыкальную или в общепрозавательную своего ребенка, они отдают нам еще хрупкую душу, которую мы должны воспитать во взрослого, оформившегося человека. Мы должны вложить свои взгляды в его хрупкие детские плечи, в его голову и сердце, поэтому сначала мне было очень ответственно и страшновато этим заниматься. Но я всегда любила музыкальные занятия, а так как хоровое пение – это коллективное пение, мне это всегда нравилось. Ученики сразу полюбили молодого педагога искренней любовью, и многие пошли по ее стопам. Елена Солнцева теперь концертмейстер, и это многолетняя дружба и творческий союз. С 1988 года я училась в Татьяне Валентине. Благодаря ей я загорелась пением уже. С тех времен мы почувствовали в Татьяне Валентине, мало того, талант, дарование к педагогической работе и дарование музыканта. Мы увидели в ней друга. Как бы резко и строго не было, все равно получается, что Татьяна Валентина, она всех любит, и такая большая мама получается. И с ней очень тепло и хорошо, всегда можно поговорить, она всегда все подскажет и поможет, направит. Татьяна Лаврова более 30 лет работает в музыкальной школе, и можно сказать, она ввела настоящую моду на хоровое пение. Это талант – так объединять людей. Сейчас она руководит сразу шестью хоровыми коллективами. На отделении обучается более 200 человек. И, конечно, уже международную известность имеет хор «Славия». Ему 20 лет. Талантливые хористы объездили весь мир, заслужили множество наград и настоящую народную любовь. Мы назвались хором «Славия». Почему? Потому что, уезжая на какую-то чужую территорию, мы понимали, что мы россияне, мы должны славить и пропагандировать, прежде всего, наше национальное славянское искусство, русского народа. Небольшой коллектив, только что оперившийся, был приглашен в болгарское посольство. Мы познакомились с Бисвером Кировым, мы пели вместе с ним. Нас пригласили в Болгарию, на болгарскую хоровую ривьеру. Венета Вичева, Марин Чонев. Такие великие имена с нами делились своим мастерством, давали мастер-классы. Хор объединяет. Здесь каждый чувствует себя частью большой семьи. И именно так и говорят о Татьяне Лавровой ее ученики. Наша вторая мама. Мы уже там как семья, то есть это даже не просто хор, на который мы когда-то приходим. У нас тут уже целая семья. Татьяна Лаврова нам не просто учитель, а она поддерживала меня в любую сложную ситуацию в моей жизни. Вот. Вырастила меня как музыканта. Она научила нас всему. Это замечательный человек, талантливейший. Это нам, она как вторая мама. Она очень хороший, добрый человек. Мы стараемся исправить свои ошибки. И она вообще очень гордится нами. Семья у Татьяны Валентиновны тоже музыкальная. За исключением разве что супруга. Хотя знакомство с Александром произошло тоже в стенах музыкальной школы. В семье Лавровых две дочери Надежда и Наталья. Старшая пошла по маминам стопам и стала преподавателем музыкальной школы. Я сама тоже дирижер. Благодаря маме, конечно же, я заразилась этой профессией. Сама не понаслышке знаю, что такое хор. Это единение всех. Когда я была маленькая, она меня с собой на работу убрала, со мной вся эта славя наша и другие коллективы все тут со мной нянькались. Поэтому, куда же я без родной школы? Музыка всегда живет в семье Лавровых, а еще постоянная активность – рыбалка, дача, велосипеды. Татьяна Лаврова имеет удивительное качество объединять вокруг себя людей. У нее много друзей. Они рядом и поддерживают ее мечту. А мечтает она о новом здании для школы, ведь такой большой детской любви к хоровому пению тесно в маленьких кабинетах. А любовь к детям, стремление научить их прекрасному – это главное в работе педагога. И только так можно воспитать таких талантливых учеников. Я уверена, что дети, прошедшие через мои руки, дети, прошедшие через музыкальную школу, никогда не станут плохими, никогда не останутся равнодушными. Я была награждена рядом медалей. Ну, наверное, если бы даже этого ничего не было, главная награда – это любовь детей. Все мы знаем о значении знания истории для жизни страны. И вот почему так важно, чтобы в школах были такие кабинеты. Со стен смотрят лица героев, о фотографии, документы, рассказывают о сражениях Великой Отечественной войны. В рубрике «Из истории» мы поговорим о музее Монинской школы номер 2. Экспозиция рассказывает о боевом пути 98-го гвардейского отдельного полка дальних разведчиков, начиная от его формирования на аэродроме Монина в 1942 году и заканчивая нашим временем. Сейчас полк базируется в Мурманской области. Славен путь дальних разведчиков. Именно с Монинского аэродрома был сделан первый боевой вылет на Берлин. Далее разведывательный полк участвовал во всех ключевых сражениях Великой Отечественной войны. Самолеты прикрывали небо Ленинграда. Всего летчики совершили почти 50 тысяч боевых вылетов. Сфотографировали больше миллиона квадратных метров площади противника. Сегодня память о великом деле, начатом в Монине, жива в сердцах школьников. Многие ученики становятся экскурсоводами музея. На уроках иногда помогают, что здесь узнали. Для детей, например, очень интересно рассказывать, чтобы в будущем они тоже хорошо знали историю. Больше понимали жизнь, какова она была сложна, насколько. Что сейчас намного проще, чтобы не было войны такой. И понимали люди, что это действительно серьезное. Музей очень интересный. У него много экспонатов войны, фотографий. Мне большинство нравится стенды. Мне нравятся тут фотографии, очень интересно. И люди, которые участвовали в войне. Музей погружают в историю уже почти 35 лет. Здесь много подлинных фотографий и документов, книг. Музей хранит и историю славного авиагородка Монина. Рассказывает о знаменитых летчиках, героях войны. И, конечно, о Сергея Игнатьевича Руденко, чье имя носит школа. В фондах хранилища есть уникальные экспонаты, которые вызывают живой интерес посетителей. Личные вещи воинов Красной Армии – это остатки оружия, боеприпасов, которые можно увидеть в нашем музее. Другой интересный экспонат, он уже не связан с Отечественной войной, но связан с полком. Это противоперегрузочный высотный костюм. Его надевают летчики с современных боевых самолетов при полете на больших высотах. Вид очень необычный, что также интригует и нравится нашим школьникам. Есть у нас несколько книг, подаренных Терешковой, а также генералом авиации Беляковым, в котором ходил уникальный экипаж Чкалова. И они в первом мире пересекли Северный полюс в 1937 году. У Монина всегда были крылья, и не позволит им опуститься такое отношение к истории, какое стараются поддерживать в Монинской школе номер два. С вами была Наталья Медведева и программа «Открытый урок». Вместе с нами следите за важными событиями в районном образовании. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова